Если больная 83 лет не принимала статины, перенесла тромботический инсульт, надо ли назначать статины? То, что она перенесла инсульт, это уже говорит о том, что она высокого сердечно-сосудистого риска. Нам нужно оценить риск повторного атеротромботического события. А как мы можем оценить? Прежде всего мы должны сделать этой пациентке липидограмму, мы должны оценить ее сопутствующие заболевания, мы должны сделать УЗИ сосудов головы и шеи и посмотреть, если у нее липопротеиды низкой плотности, триглицериды или попротеиды высокой плотности не соответствуют нужным значениям. Если в анамнезе есть сахарный диабет, если у нее есть, между прочим, гипотиреоз, возвращаясь к предыдущему вопросу, очень часто у пожилых людей и диабет, и гипотиреоз, как два брата-близнеца имеются. Более того, если есть артериальная гипертензия, и если при проведении УЗИ сосудов головы и шеи мы видим гемодинамически значимую бляшку, окклюзия, то понятное дело, какого-то сосуда будет, хотя если в вертебробазилярном бассейне мы ничего не увидим, если в каротинном бассейне, то мы можем увидеть с вами окклюзию, то тогда, конечно же, мы назначаем статины и подбираем потихонечку дозу, потому что это пациентка очень высокого сердечно-сосудистого риска, и малые дозы статинов ей, естественно, показаны для контроля атеросклеротического процесса. Ведь наша с вами задача продлить и сохранить качество жизни. Если у нее высокий риск повторного сердечно-сосудистого события, то однозначно. Если у этой пациентки есть все, что я перечислила, естественно, у нее достаточно высокий риск повторного сердечно-сосудистого события, того же инфаркта повторного. Поэтому однозначно мы должны принять меры безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok